Слайм 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 Сложная ситуация, Лимон Докс вышли с первого места из группы, с пятью очками довольно спорная такая ситуация, и Абсолютные Легенды были вторыми в довольно сложной группе, поэтому мы ожидаем, ну, тут действительно сумасшедшую зарубу. Пока 2-0 в пользу Лимон Докс. Я, кстати, напомню, что вот команда в Абсолют Легендс проигрывала на отборочных ГОС УСЕ в онлайне, и я это вдруг вспомнил, потому что здесь тоже, в принципе, против них стоят шведы, на этот раз на лане, и шведы-то из Лимон Докс адаптировались, по-моему, как я понял, к самому чемпионату, и все должно у них вроде быть хорошо, так что вот Абсолют Легендс свободного прохода по сетке уже не видать, придется бороться до последнего. Ну, я думаю, Лаваш что-то здесь придумал конкретное, и, наверное, по пику карт там интересный расклад. Возможно, даже получится что-то разыграть в свою пользу, даже в мясо против Лимонных Псов, но пока, опять-таки, рано говорить, давайте досмотрим до девайсного раунда на этой карте. Тут, как видим, Пронокса решили зажарить. Так, ребят, а вот так вот меня послушайте пока что. Я тут поменял немножечко настройки по звуку, но может быть будет лучше, да. Опачка, ты видел, что было? Ковры отбили. Ну и Лимон Докс тупо вот стенка на стенку вышла. Ну, пока я к раунд, ребят, пожалуйста, у нас тут мини-конкурс, кто напишет нам первый, кто же такие эти Лимон Доксы, откуда взялся у них такой состав, тот получит от нас пару, пару, пару хороших слов в свой адрес. Запилил, запилил. Так, ну что, тут есть врыв, и не удалось здесь убить двадцатку, Берг уж очень твердо запер с Бизоном. Ну и минус три от Берга, наверное, мы сейчас убили пока что. Да, минус три. Вот смотри, как повел прям прицельчик вниз, отжал, и все, огонь. Вот кто-то пишет, молодые сорсеры это. Ну, я надеюсь, сорсеры они? Ну вот как так сорсеры? А кто они? Кто они сами-то по себе? Кто вот этот Берг? Кто вот этот Сайб? Спидфайр, Твист и Садж Пфонт. Садж Пфонт, или как у него ник? А, Фандел. Садж Пфандел. Наверное, просто Фандел. Ник, сто процентов, я в этом уверен. Ну ладно, мы потом о них узнаем в любом случае, пока они в первом бае атакуют дугу на одного игрока под флеш, и Спидфайр сразу же остался белый. Вот мне тут ЛК, ЛК из Раш 3Д, как бы намекает сейчас, что это жесткие сорсеры, которых никогда не дооценивали из-за таких звезд, как Фефларен, Фрайберг и т.д. А вот Садж Пфонт, у него ник на самом деле Задж П. Задж П. То есть Задж П. Мышкой мышкой шевели. Нажимай на кнопку. Что ты хочешь? В громкость? Да, точно, я и забыл. Эх, 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 эх. Сейчас, секунду, секунду. Критическая настройка звука. Парням лет по 16 всем. Вот такие вот пироги. Ну что, вроде нормально, да? А все цельное выключено. Так, все, порылись мы быстренько в настройках. Все, друзья, давайте вернемся уже в игру, посмотрим ее хоть как-то, а потом уже будем решать, что нам фиксить, что нам не фиксить. Я, короче, знаешь, что я уже определился, за кого я буду болеть в этом матче. Сурсеры, простите, но я вот очень хорошо знаю Питу, из Нила, Пронокса, и поэтому буду стараться болеть за этих парней. А я буду болеть за 16-летних парней против тебя, я буду болеть за Лемон Докс. Гоу-гоу! Короче, посмотри, посмотри, как они разобрали твоих пацанов, просто без шансов. Школа против стариков. Смотри, смотри, что школьник творит. Ой, зажал, ой, минус, Абсолют Леджендс, ой, легендарная команда пока с легендарным тегом. Учебниками закидали. Короче, ладно, поехали дальше. Да, учебниками закидали парней. Нормально. В CSGO есть скролл, есть скролл. Так, ну вот кто-то говорит, что Лаваш... Там пока не приседает. Лаваш не выдержит здесь жесткой конкуренции. Ну, посмотрим, посмотрим, друзья. Ну и состав нам вот скинули. Патрик Заджп, так, Кристиан Спидфайр, Шиолди, Саймон Твист, Элиасон. Ну вот это прям новые-новые ники. Ну и Андре Берг, Джел Берг. Вот нормально зовут, парни, просто. По-шведски, со вкусом. А я не понимаю, почему у меня рейд, друзья, не ставится нормальный, как бы. Опять же, вот я уже... Я уже в шоке. Давайте целый апдейт рейд, 16 еще сейчас поставим, чтобы вообще просто у нас ничего здесь не лагало. И вроде все... Вроде все более-менее. Ну, посмотрим, будут ли лагать модели. Если будут, то это, конечно же, печально. Нет, не лагают. Все в порядке, друзья. Ну что, Абсолют Леджендс пока проиграли первый девайсный. И у Лемон Докс уже есть, наверное, план по расхищению остальных раундов. У команды Абсолют Леджендс. Они постараются выиграть как можно больше. Это логично. Но, опять же, успех. Будет это успех или нет, пока что непонятно. Так, и маппул, наверное. Вот самое-то главное, что я не сказал. Маппул. Первая карта Инферно. Вторая это Даст 2. И третья карта будет Денюк Ве. В общем-то, в такой дефолт, знаете, к ультрастрайковски вышли. Эти парни по пику. Нет миража, как мы видим. И нет еще чего-нибудь удивительного для нас. Ну, вот я бы хотел, чтобы... Ой-ой-ой-ой-ой, какой нашив. Посмотрите, пытался прошить здесь он под люлькой фарми, вернее, под крышей. Но, в итоге, у него это не получилось сделать. Сайп минус Занил. Аркада с Б уже идет в Абсолют Леджендс. На Инфу там есть один коль. Для этого хоть можно сейчас завершать. Да, вот он Лиди. Запирает мид. Минус Берг. В паре с РДЛом они, в принципе, замкнули мид. Но вот упустили спидфайера из вида, который вышел с Ям. Дал минус 2. Спокойно застал расплох. У него на руках бомба. И вся эта движуха сейчас пойдет на Б. Ну, а Пронаксу остается только попытаться убить на миде. Пробежать на 15. Может быть, он пойдет на мид, сейчас пытается забрать Двайс. Но там специально оставили Твиста, которые вот пока что... Немножечко Гол ТВ его видит в непонятном свете. И минус от Твиста против Пронакса. Забрал. Пронакса не дал взять Двайс. Ну, и того все хорошо. И вот... Так, надо спросить, как звук. Звук как? Написал Елка. Он-то уж точно врать не станет. Он смотрит тоже трансляцию. Привет вообще всем, кто знает нас. Мы рады, что вы с нами. 5-0. Бердит звук. Фонит, вот кто-то говорит. Ну, я не знаю. По-моему, вы мне уже начинаете что-то врать. Так, ну, Атафа порешает этот вопрос. Так, здесь пошла закидочка меда. Гранатка упала. Флешечка тоже приземлилась неплохо. И... Давайте-ка посмотрим. Так, что здесь будут делать Абсолют Леджендс? Ну, поджим достаточно жесткий у них есть. Но вот на второй мид Аркадий, конечно, не стоит. Абсолют Леджендс это понимает. Обратите внимание, Эрдела выпустили в позицию Питы, чтобы он забирал мид. Пошла граната. И после этой гранаты, в принципе, действий на меня никаких нет. Туда отходят с дуги. Но это будет стяжка на А. Стяжка на А. Защита, как минимум. Тут уже достаточно. Лимон Догс давление создали. Хотя нет, смотрите. Не отдают дуку. Абсолют Леджендс пытаются считать лимонных песиков. И песики, по-моему, сначала откроют А. Потом попытаются выйти, может быть, на Б. Но неясно. Опять же, двадцатка смотрится. Пятнадцать тоже. На коврах есть вот этот вот Фандельчик. Товарищ Фандел. И Пита дает первый минус. Все. Готово. Защита принимать атаку на. И за Лимон Догс решение. Либо разворачиваются, уходят. Либо бегут в окончательный пуш. Одного игрока уже потеряли в атаке. Это плохо. Это плохо. При том, что вот позиции закрытые. Абсолют Леджендс позволит сохранить численное преимущество. Опять же, непосредственно до контакта. Который произойдет в самых неудобных для Лимон Догс обстоятельствах. То есть, это перестрелка без позиций на раше. Они решают забросить Б. Флешка. Плен. Две. Два дыма. Хелп. И уже минус есть Тердела. Да. Тот просто нарезает. Нарезает здесь из тупки. Вот его сейчас попытаются разменять сразу. Ну, ой-ой-ой. Отстрейклся направо. Тря надо было уйти. Но хэдшот своего дождался. Минус три в раунде. Пита помог. И один пять. Абсолют Леджинс со вторым баем берут девайсы. И четыре раунда разницы. Абсолют Леджинс надо сейчас неимоверно жестко стараться, чтобы давить Тафу микро-офф. Ну, вот я выключил Тафин микрофон. И давайте смотреть. Опять фонит. Все, я сейчас буду баны давать за слово фонит. Я просто реально понимаю, что там фон. Ворябение пропало. А нет, опять. Ну, вот я выключил Тафин микрофон. Сейчас остался на одном своем. Давайте проверять. Такс. Лемон Докс, играй ми-тур. Абсолют Леджинс тот же самый раунд. По факту, как бы, поджим Бердейл. Выход в упор за бревна. Пропрыгал он до дерева. Отымление центра, естественно. Чтобы Спитфайр там вообще ничего не мог сделать. Но Абсолют Леджинс, в принципе, за несколько раундов поняли, как играть с Лемон Докс. Я думаю, сейчас будет серия даже раундов в их пользу. И даже, скорее всего, они могут и сравнять счет, если, конечно, попытаются. Но по деньгам это по-любому вроде нет. По деньгам все хорошо. Я думал, это выбивание Бая. Ну, давайте смотреть. Ковры контакт. Знил Фомас и Берст не сработал против Фандела. Твист проходит на центр. Попытается выйти. И разыграть эту ситуацию. Ну, вот на 15 не ходят Лимонные Псы. На самом деле, надо бы попытаться им туда сыграть в какой-то пуш. Потому что там опять же АВП. Вот эта позиция закрывается спокойно дымом. Это тоже можно проходить на плент. Странно, что они этого не делают. Минус от Фандела есть. Выходит Пит на размен. Так и... Ой-ой-ой. Задел он очень хорошо. Оставил красного игрока атаки. Но там, как видим, проход был осуществлен. Это инфа для Рдела. Он бреет дугу. И вместе с ним в паре никого нет. У бомбы проходит дуга. Два врывается с хилпа. Один уже на кафеле. Флешка пошла на кафель. Пытается выцепить Рдела. Приходит к хилпа. И надо убирать кафель. Ой, не убил. И открыли Бэплэнт Лимон Док. Стрив 2. Ситуация мешает Пита всячески здесь что-то сделать. Идут прострелы. Опять же, с церкви от Дефенса. Но они будут ждать действия от атаки первыми. Ну, сейчас мы увидим, что же все-таки может произойти в этой схватке. Неуловимых Мстителей. Так, ну, будут врываться. Будут врываться. Да, один пойдет хелп. Два пойдут в церкви, как видим. И, может, даже два хелп пойдут, судя по тому, что происходит. Флэдж с Б3. Но вот надо открываться. Здесь было первому, опять же, с церкви. Минус от Сайпа есть. Лимон Док сейчас могут нереально перевернуть Абсолют Леджинс. Два в два. Минус еще один от Сайпа. Ойзек запирает свою позицию с Б3 на все 100. Прячется Фандел. Последний минус, наверное, будет за ним уже как минимум. Да, но слишком много времени. Слишком много времени Абсолют Леджинс потеряли при попытке выбивания. И могли все, на самом-то деле, закончить намного раньше. Не вышло у парней. Не вышло. 1-6, друзья. Лимон Докс берут раунд в атаке. Атафов хочет проверить звук. Включая-то там супер ультра рекламу от Твич ТВ, где какой-то мужик с какой-то бабой рекламируют. Господи, что это? Какую они рекламу крутят геймерам? Я вообще в шоке. Лучше бы девайсы рекламировали. Это было бы эффективнее. Но здесь у нас матч продолжается. И давайте смотреть, что будут делать Димон Нэпси дальше. После взятого-то раунда. Как раз-таки раунд они не должны были взять, я вам напомню. С тем раскладом у них там выходил сплошной минус. Здесь вот два игрока перевернули. Почему-то не отображаются. Почему не ясно так? Молотом. На подъемчик вот сюда. Громкость в игре. Окей. Сделал потише чуть-чуть громкость. Все отлично. Никакого фона нет и не было. Так. Второй мид. Цайп. Твист. Пандел. Пока что разыгрывают опять же до контакта. Вот снова ковры. Отдают защиту. Как видим, на этот раз у Абсолют Леджинс 1 на Б. Но... Иван Докс опять... Вот у них атаки такие. Они выходят очень-очень долго. Мансуются на просто долго. Разыгрывают мид. Разыгрывают 15-20. Потом у них постоянно идет какая-то разворотка на Б. Но вот в том раунде они решили рискнуть и пройти через 15. У них это получилось сделать. Забежали в арку. Сейчас кушат мид от мид. И пита убивает в этот момент Сайпа. Чекает мид. Видит бомбу на лавке. И это инфа опять же для него. Понимает, что со второго мида скорее всего выйдет... Выйдет ее атака... Выйдет ее атака забирать. Ну и смотрим. Бомбу забрали. Бомба второй мид. Знил плен. Да, перегруппировка небольшая по силам. Абсолют Леджинс. Они 15-20 выходят. Вот у пита 20-ка. Кушевая позиция. Но он минус не дает. И был бы сейчас очень хороший момент. Бронекс попытался разменять. В пита и в ассисте они попадают в 300. Но... Опять-таки Берг и... Вот этот вот товарищ остаются живые. 2 в 1 минус. 1 и надо давить Бергену. Ох, Берг стариков шведских переворачивает. 7-1, друзья. Алимандок спереди. 6 раундов преимущества. Вот может быть они попробуют перевернуть кого-то. Помимо этих парней. Да норм. ЛК говорит, что все хорошо со звуков. Как бы вот прямо говорит, что норм. У тебя норм там? Так. Ну давайте еще чуть-чуть громкость убавим. Просит тафа. 0-0-5 поставим. Правда, я не знаю, как это будет реагировать. Он просто пытается понять, видимо, откуда сейчас идет фон, чтобы его устранить. Ну, Абсолют Леджин с тем временем, как мы видим, играют эко-раунд. У них по деньгам вообще все печально. Как бы... Даже не зашло тут до 3-4 тысяч. Было бы неплохо. Они даже... Вот в следующий раунд у Эрдела точно будет минус в экономике. В любом случае он там купит ФАМАС. 3-700 вот есть у Знила. Хорошая экономика. Набранная. Давайте смотреть, что здесь сейчас будет врыв 20. Его попытаются принять. Дигл пошел стрелять. Так, по 2-2 тысячи. От Пронокса тоже не зашло. Лиди минус. Спидфайр. Атака вновь занимает ребра. Выходит на мид. Тут вот уже есть в яме Лиди. И он ошибается. Его снимает твист. Вместе с Бергом они разыграли против Лиди, которому удалось за Аркадите занять очень-очень удобную позицию. Ну и в итоге лишаются и Абсолют Леджендс. Стяжка у Лимандока. Сразу на Дугурик принимает решение не идти на. Ну и сейчас они могут встать в контакт. 1-2. Швидо там по факту угадывает. Смотрим на Пронокса. Он играет из нынешки. Его могут сейчас просто тупо не прочекать. Но чекают на заходе. Грамотная флешка. Быстрый выход. И опять-таки у защиты нет никаких шансов. Из него не успевает. Закрыть на пленте. Нет. Ну вот тупить он убил. Но закрыть все равно не успел. Приходит Пит. Увольняет первый. Размен сразу от Твиста. Дигл не работает. 8-1. Лимандок спереди. Абсолют Ледженд следует сейчас переосмыслить. Многое наверное в своей игре. За защиту. Может быть даже начать... Начать уничтожение соперника. Прямо сейчас. С поджима Дуги например. Ну вот у них единственное что Абсолют Ледженд с плюсом. Они Дугу жмут как раз таки. И жмут они ее неплохо. Даже убивают иногда. Большинство команд этого бы не делало. Играли бы закрытый дефенс. Но может это конечно и ошибка. Хотя большинство минусов с Дуги были сделаны не напрасно. И как раз таки победный один раунд разыгрывался Дугой. Именно там произошло фактически все что. И позволило ровно сыграть команде Абсолют Ледженд. Ну сейчас у них Мит и Лимандокс выходят в куш. Минус от Питы должен был быть. Он принимал Цайпа. Но вот тот очень-очень предусмотрительно чекнул позицию за ребрами. И убил Питу. И так. Да. Теперь я попробую поговорить так. Чтобы вместе мы позвучали со Слэмом. Я одновременно послушаю стрим. Ну и ребят, давайте продолжать смотреть за этим матчем. Я все-таки верю в какой-то мини камбэк. Возможно. Ну а что-то выключить надо. Ну. Давай попробуем. Давай попробуем. Ну и как, друзья? Нормально стало? Лучше? Фона нету? Отлично. Шума нет. Слэм. Вас тихо слышно. Ну сейчас тихо. Ну ладно. Давайте смотреть за матчем. Дуд играется в рыв Б плент уже от... Ну вот опять Абсолют Леджендс. Не за Аркадий или Дугу. Не встали позиции. Здесь как Абрдл пытается принимать. Дает хороший жим, но попадает всего-то там на 30 кп по человеку. Влетает Лиди. Чекает Дугу. Видит плент. Видит уход в тупку от одного из игроков атаки. Прочекал Дугу до конца. Все. Да, он фу знает, что все в пленте. Но вот не знает, где он твист находился в этот момент. А тот парень веселился с холпы. Забрал еще в спину Знила. Ой-ой-ой. Лимандок. Сейв Пронокс. Сейв-сейв-сейв-сейв-сейв. Здесь вообще вылезать не стоит. За ним, кстати, вышли на Дугу. Пока что, кстати, песики не ощущают Дефенс Абсолют Ледженд. Сейчас будет минус Пронокс. Скорее всего, нет. Нет, дождался Берга. Видимо, слышал то, что тот отходит. И хороший фраг, в принципе. Ты ничего, что тебя не слышно? Как ты думаешь? Почему тебя не слышно? Скажи что-то. А почему тебя не слышно? Может, из-за этого? Как ты думаешь? Ну-ка, вот. Так, става будет менять сейчас микрофон, друзья. Эх. Вообще, это странный какой-то чемпионат. Если честно, первый раз мы сталкиваемся с такими проблемами, что не можем просто настроить нормально все. На самом деле, все было настроено, работало. Пришли вроде все те же настройки, если вчера ничего не менялось. Но почему-то опять фон, опять... Теперь уже вот еще и микрофон не работает. Ладно, здесь пока что минус от Лидии на Б-Пленте. Мы вот смотрим за доминацией от команды Лимандокса. Я пока не узнаю пятую компанию. На самом деле, они отыграли вчера очень-очень славные игры свои. Вышли с группы, молодцы. Но вот то, что, конечно, попали на дерби в четвертьфинале, это не очень, не очень хороший знак, на самом деле, для них. Это просто... Да и для нас тоже. Нам, на самом деле, интереса меньше немножко доставляет вот смотреть такие расклады гарнитуры в мусорку. Да тут не на гарнитурах все сделано. Вообще, должен быть один отдельный сетап у комментаторов, как бы. И он должен быть настроен всегда, его никто не должен трогать. Вот. Но гарнитура тут ни при чем. Спитфайр минус нил. Ну, опять бы плент, что Пронокс сейчас даже здесь зашить, наверное, не сможет. По-моему, Абсолют Леджендс с каждым модным раундом начинает терять веру в себя. И вот... Велика вероятность того, что эти парни даже четырех раундов не возьмут. Может, даже до пяти не дотянутся такой игрой. Непонятно, конечно, что будет в атаке, но... Пока я вижу от Лимандокса очень слаженные командные действия. Они, видно, что готовы к встрече с Абсолют Леджендсом. Они понимают, куда бегать. Они понимают, как разыгрывать по таймингу. Большинство выходов на, опять же, на Контакте все были в пользу Лимандокса. Но я считаю, что тут момент в том, что Пита и компания просто еще не разыгрались. Ну, вот Пита уходит на Сигарету и будет сейвиться, конечно же, на планете. В Больших Песках, наверное, да. Останется в Больших тусоваться за Зилком. Как видим, атака, конечно, попытается поискать в ближних позициях, но не найдет. 10-1 и точка невозврата наступает для Абсолют Леджендс. По сути, у них сейчас последние деньги на последний бай получаются. Просто если они этот бай не берут, то потом им придется играть в волю. Если они сольют, то, ну да, они там на 12-й смогут только выйти. В общем, если этот бай они не берут, то все будет очень-очень печально. И посмотрите, денег у Берга 1200 осталось. Ну да, 10-11 тысяч. Ну, там у Лимандокса все великолепно. И вот Абсолют Леджендс ждут сложные реально раунды. Опять-таки, эко у соперника уже не будет, скорее всего, до конца половины. И Питер, его бригада, наверное, сейчас не особо фапует на свое состояние на этом чемпионате. Потому что первая карта, она самая важная. И первую игру надо выигрывать во что бы то ни стало. Потому что... Ну, потому что это чемпионат. Вот серьезно. В чемпионате не взять первую карту и потом пытаться играть на второй. Тащить это крайне-крайне сложно. Тем более игра новая, парни, тоже тут весь новый. Но опыт, опыт, опять же, опыта у Питера больше. И РДЛ, и Лиди, и Пронекса, как бы это все игроки. Известные в 1.6 с 1.6 сцены. Вот у Лимандок. Лимандокс могут проиграть именно, опять же, по возрастному показателю. Да, то, что мы молодые и неопытные. Не понимают некоторых моментов. Возможно. Но с игрой у них все в порядке. И я вот от них реально вижу пока что тимплей. При том, что нормальный. Ну, наработка, опять же, по каким-то тактикам. Как мы видим, 3 в мид. 1 ковры, 1 под Б. Вот словил флешку у нас товарищ Спитфайр. Но Дугурь ему нужно отдавать. РДЛ пытался на инфу подчекать. Так, Берга взрывают. На, и тут пошел выход на Аплэн. Сейчас очень жесткий. Открывающим будет, видимо, цвист с ковров. Но ему влетает флешка. Он запарился, убежал, выходит. Знает, что есть один в больших песках. Пытается его зажать. Не получается. Пронакс принимает первого-второго. Цайп в этот момент сплитом пытался атаковать с 15. Но упустил аркаду из арки. И 10-2. Абсолют Леджинс берут раунд с двумя потерями. Ну, и будут стараться, наверное, сейчас вывести на 10-5. Может, даже... Из-за этого что-то хорошее получится. 10-5 было бы великолепно, по-моему. Так. У песиков, кстати, только одному 16 лет. Остальные 18-22. Ну, вот как сказал ЛК из Rush 3D. Он сказал, что... Лемондокс это недооцененные сурсеры. То есть, ну, как бы... Что значит недооцененные? Парни... В парня никто никогда не верил. Все считали, что эти парни крабы. А тут вот вам CS GO. И сейчас будет сюрприз, походу, да? Увольнение команды Absolute Legends чемпионата будет, наверное, крахом для Пит и его бригады. Но фиг его знает. Я надеюсь, что... Уж в наше-то время. Надеюсь, что все игроки начнут делать стримы. И потихонечку становятся медийными. Чтобы кипов из организации никаких не было. Ты опять грузишь людей, а? Все было хорошо. Да, да. Да нет, просто не хочу бегать по орге. И все. Так. Ну, а тут что? Опять выход А. Снова играет ту же схему Лемондокс. Как я понимаю, только Spitfire очень крайне пассивен. И по его команде, наверное, действует вся вот эта бригада из четырех нападающих. Открыли ребра, сыграв фразмен с Питой. Тоже результат. Тоже результат, но не самый лучший, конечно же. Второго фрага не дали сделать. Но это говорит о том, что на Питу на размен никто не выходил. Просто твердо отдали 15. Решили вот два парня сдерживать сплунта. Вот это вот все. Вот этот вот проход сюда. Но они еще могут сейчас респ отдать. Тут оп! Вот так вот. И вот так вот. И все. И тут они поставят бомбу стопудово. Я верю в камбэк. Я верю в то, что в любом случае во второй, третьей карте абсолютные легенды смогут собраться. И на дистанции могут за счет опыта потащить. Да, на дистанции за счет опыта можно. Да. Но тут выход Б-бомба два. И это два разводных парня принимать. Пытается РДЛ. Но без шансов третьих так не удается сделать. И вот сейчас не стреляться бы команде Абсолют Леженса. Собраться. Пронекс Дугай снил. Выбивание. Выходит стилпы. Пронекс накидывает. Изнил. С Б3 поборолся. Попадался немножко. Понимаю, что против церкви играть очень-очень тяжело. Здесь надо выходить на многое с его щекать. Но он дожидается ошибки отца и поминусует. Вот молодой организм поломился куда-то. И Спидфайр. Давайте смотреть за Спидфайром. Что будет делать? Ничего не будет делать. Пронекс его просто уничтожает. Дефьюз бомбы. И это 10-3. Но опять же, по деньгам у Лимон Догс все хорошо. Они будут продолжать серию свою краунду. При том, что они по факту как бы одной и той же расстановкой сил. Каждый раунд взяли десятку. Это говорит о том, что Absolute Legends реально не готовы. Не, ну посмотрим. Это только первая игра. Может быть парни еще не разогрелись. Старики им нужно побольше разминаться. Понимаешь? Поэтому я жду интересных сражений на второй карте. Ну и сейчас вот очень два важных раунда будет в этом матче. Потому что, по сути... Какой страшный звонок. По сути, короче, могут поточить, если будет 10-5. И если хорошо начать во второй половине, там, с удачной пистолетки первого оружейного. Ну да. Да. Но Лимон Догс могут развернуть, по-моему, очень даже плотно. Если, конечно, захотят. Пока у них атака. Второй мид. Вот я вижу, уже меняется схемка. Они не стали... Не захотели они быть агрессорами на миде вначале. Кучей, да. И решили разыграть, походу, сейчас по одному. У Дефенса, опять-таки, все закрыто. Давайте посмотрим, что нам сейчас здесь покажет Пронокс. И... Вроде... Фандала, нет. Фандала не стал выходить у нас, как видим. Сейчас Ковров. Так, двадцатка открывается. Ну, мид занимает Лимон Догс. Но никуда пока что не спешат. Абсолют Ледженс, опять же, тишина на Б-пленте. Пицца выходит с арки. Чек. При том, что он здесь ждет сразу заход. Он думает, что это будет по-любому какая-то агрессия в его сторону. Но я сомневаюсь. Я сомневаюсь насчет агрессии. Так, смотрите, у Лимон Догс играется сейчас с тяжечкой на дугу. Там у нас РДЛ. Выход под флэш дуга. Его, в принципе, на чекали. Должны были закоцать. Не может никак отойти от флэшки. Отошел. Надо, на самом деле, было запрыгнуть. Ну, вот любопытный Варварь. На базаре нос оторвали. А тут Дрое. Минус один дает. На размене должен сыграть Лиди. Граната на заход. И еще один фраг от команды Absolute Legends. Прием Б-плента. Вмет Лиди. Третьим не справляется. Спитфайр открывает. Два в два. Два в три. Два в три. Два в три. Красный есть. Твист. Он будет разыгрывать с дуги. И вот тут Твиста, на самом деле, плохая ситуация. И здесь нужна агрессия от Спитфайра. Но Спитфайра уже прожали в пленте. Он знает, что стоит твердый сейчас жестко против церкви. Церковь уже вышла. Твист открывает. Минус дается. Хелпай. Изнил фраг от Знила. Сбил плент. Сбил плент у Твиста. Вообще крайне неприятный момент. Знает, где он находится. Пита Дефьюзит. Ну, Изнил спокойно должен здесь принимать последнего Твиста. Запирает его. Счет становится 10-4. И Absolute Legends выйдут, наверное, на 10-5. Да. Парень за Б-3, конечно, не должен был вот так вот вылазить и отдаваться. Потому что он действительно оставил игрока на банане без шансов против Абсолютных легенд. Тема в том, что там выбора не было. Вот там просто заперли. Не, ну он все равно вышел на них. Уже бы стоял был, вот в упор бы ждал. Ну, я не знаю. Как-нибудь затянул бы. А там с церкви просто можно прострелить в щелку. Ну, окей. Как бы он там не встал. Хорошо, давай смотреть последний раунд. Слэм. И, в принципе, поймем, будет ли борьба во второй половине, либо все-таки на этой карте. Да будет борьба, это же DreamHack, друзья. Как без борьбы? Это турнир. Без борьбы здесь нельзя. Просто нельзя. Если вы едете играть в турнир, не хотите бороться. За то, чтобы остаться на этом чемпионате, вам придется... Надо еще уметь играть. Опс, Твист открыл по РДЛУБ сейчас очень четко. А уметь играть пока что получается только у одной команды. Это Ninja in Pijams. Которые будут, конечно же, в финале ждать команду Вари Геймс. Но я надеюсь, что вместо Вари Геймс в финал выйдут какие-нибудь Моус Спортс, которые вчера перевернули, между прочим, Волков. И матч был интересный. Но, опять же, мы вчера не зря ушли. Вот я вчера сидел и смотрел трансляцию на английском языке про гейминг ТД против Анип. И в конце там был такой момент. Ну и НИП выигрывает этот напряженный матч 2-0. У меня в голове такой чан-фейс. Долду! Быть такого не может. Слушай, давайте смотреть раунд. Три на мидл уже вышли игроков Лимон Докси. Двое на банане. И там поджим банана. В ответ Пита пытается поджать. Есть минус. Хорош, хорош сыграл Пита. И отошли назад. Но в это время уже ребра, как говорится, заняли. Игроки атаки. Давайте посмотрим, что будет делать вверх. Пошел. 2-15. Два дуга, друзья. Это Б-плент. Топ, минус Пита, все. Плент открыт. Плент открыт. Осталось только разыграть против Лиди правильно на пленте. Дуга выходит. Флэш первая пошла. Лиди хитшот ставит на дуге. Должен быть размены парень. Размены проходит. Уже готов ворваться. Сейчас в церковь. Нет, заходит на точку. Ай-яй-яй. Минус Лиди. Отлично. И Лимонные псы ставят бомбу. Но еще с Нил и Пронакс есть такие парни. Они могут попытаться. Но нужен первый фраг в этой ситуации. Иначе, конечно, один в три не потачит. Попытка не пытка. Но в их случае любая попытка пытка. Под флэш в церковь. С Нил влетает. Ну, минус. Нет. Давай-давай, Лимон Докс. Сайп, дави. Минус оп. Пыль. Минус от Берга. Один из четыре. Первая половина. Никаких разговоров о десяти пяти не будет. Очень уверенно играет Лимон Докс. Друзья, последний свой раунд в первой половине. Грамотное решение. И грамотные действия. Нет. Грамотное решение, подкрепленное действиями, которые удалось совершить. Вот убийство Пит и проход с плитом 2-2. Вот Брас Пелт написал. ГЛХФ пишут Лимон Доги. Ну и сейчас. Нет, знаешь, в любом случае мы пока еще до конца не знаем, у кого тут самая сильная карта, у кого тут самая слабая карта. Я верю в то, что дальше будет все веселее для абсолютных легенд. И что вообще в этом четвертьфинале у нас будет какая-то напряженная и интригующая борьба. Не, ну здесь будет 2-0 в пользу Лимон Доги, скорее всего. Судя по игре в первой половине. Если они так же будут хорошо себя ощущать в защите. Так, посмотри, что придумали у нас товарищи шведы из Absolute Legends. Так, подсадочка. При том, что смотри, играют реально олдскульно с подсадки вместо того, чтобы залезть. А, я понял. Они, чтобы не топать, подсаживаются туда, чтобы чувак, если он стоит вот здесь, где-нибудь здесь на чеке, чтобы он не услышал эти прыжки и занимают просто по-тихому ковры. Вот Сайп, не знаю, слышал, не слышал, но есть вероятность, что нет, так как ждет мид. Тут стопроцентная пистолетка, по идее, должна быть с абсолютными легендами. Лимон Догс ужасно там стоят. Но смотрим. Сильба решает, конечно, многое. Лимон Догс, Берг, так, Питта, ну, в коврах заперты вместе с Лиди вдвоем, ну, против Спитфайра и Берга. Берг раз авсю, конечно, разобрался в ситуации. А Берг пришел на Бер, Мондогс думает, что это Кай Шмидт и выход на Б, Абсолют Legends сидят. Посмотрите, 2-п-2, ой, сейчас Абсолют Legends передумает, пойдет на Б. Тут пошел уже пуш, пуш по бананам. Сейчас будет весело, Абсолют Legends. Питта вообще с деглом гуляет, смотрит на 15, на 15 никого. Здесь уже на мид зашли, игроки защиты. Питта слышит их первый. Нет, Лиди сейчас услышит, по идее, должны были на топы. Тут уже он не услышит, тут уже шифты. Оп, Лиди минус ну, Лимон Догс, ну, как так играть? Все, ждут, ждут, ждут последнего центра. Хэппитта, ну, тут на опыте уже дождались. Да ездишь, тащите, парни. 11-5, и первая пистолетка буквально вот из рук ушла у Лимон Догс, хотя могли взять. Нормально, нормально, сейчас эти малыши, ну, в кавычках, да, говорят, юные воины из Лимон Догс могут получить, если не дожмут. Им нужно сейчас, в свою очередь, срочно дожимать очень быстро, потому что старики им только дай, они сейчас соберутся, и, конечно, будет классно играть. Посмотрим, посмотрим. Лимон Догс интересная эко, тримит, очень-очень агрессивно встали. Сесть, так, номер 7, сайт, типа, гранату. Там банан вышел, там пуш будет, по идее. Ну да. Хотя нет, отошли, посмотри, отошли. Решили не бежать, не ломиться. Ну, для Мам Догса что? На самом деле, еще есть такая вещь, как волнение. Вот я не знаю, на лане эти парни, сколько раз уже играли, какой у них опыт ланы чемпионатов. Просто они могут сидеть и волноваться, знаешь. На волнение на одном могут отдать игру команде Absolute Legends, если понятно. Да, да, да. Ладно, я понял. Но это вполне вероятно, потому что, опять же, первые ланы всегда многие игроки очень сильно переживают. Ладно, смотрим за продолжением. Уже один есть красный игрок. Само начало раунда у шведской команды Limondogs. Здесь, конечно, две команды из Швеции, но из Нил. Уже 31 хелс, и где-то он уже нарвался на дигл. Там 4 дигла у Limondogs. И, в принципе, опасный такой эко. Если нарвутся на засаду, будет, конечно, печально. Ну и смотрим, по идее, на планте. Четыре игрока у Limondogs с Сайфера может очень быстро хелпануть. В Сайпе даже. Отличная реклама. Ну что, выход мид. Выход мид, друзья, здесь от Absolute Legends. И на 20 пробивает сразу, минус тюрьма. Заметили, вот большие пески, не знаю, бьют, нет. Отжимают жестким-жестким таким спам. Спам стрельбой своей товарищ в планте. Какой нервный эко-раунд сейчас у Абсолютных Легенд. И Speedfire не подобрал девайс. Опа, один на один, один на один, один на один. Ну, Брон Продокс не должен простить такое. Ну да, с диглом здесь шансов мало, 100 хп. Ну, какой, значит, один хедшот и, в принципе... Ну, один хедшот, но тут нереально разыграть. Ну, только от Продокса. Вот был бы девайс, был бы девайс, да, то все было бы хорошо, наверное, можно даже было бы угадать. Но, в любом случае, на эко минус 4, это, как минимум, отличный результат. Да, все отлично, конечно. Да, и теперь мы ждем, на самом-то деле, первого оружейного раунда, когда у нас начнется серьезная борьба, и мы посмотрим, чего стоит лимон-дог в защите, и, конечно же, абсолютные легенды в атаке. На лане, на самом деле, очень у него собранная эко, играют лимонные псы, смотри, вообще ничего не покупали, ни первый раунд, ни второй. В первом, может быть, там, конечно, что-то было. Дигл были, дигллы были. Да, там, дигл 1-2, но вот, опять же, реализация дала денег этих девайсов, и они сейчас фул-экс играют, у них там будет плотный байк. Там надо, возможно, даже ожидать... Ну, 3П пробуют. АВП в любом случае. АВП, конечно, должно быть. АВП должно быть. Ну, вот, АВП, мид, кстати, часто не играют. Вот так, а что за ситуация? Смотри, один пошел поджимать банан, один по-прежнему за Б3 сидит. Что за ситуация? Втроем на дуге спокойно спидфайр поджал. Нет, там один пошел, один продолжает за Б3 только что сидеть. Ну, один просто сейчас на дуге умрет, как поджимающий, да, и... Ну, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Все, все, минус спидфайр. И все, и вернулись назад. Далленд Футом 2-0. Видел только двоих. Ну, там еще два на втором мидле. Уходит мидл атака. Это такой разведчик, так, тактика разведчика. Да, применили Лимон Докс. Сидал, как будто нельзя поймать языка и... Ну, может, они просто ожидали от Absolute Legends больше агрессии, как бы, поэтому отправили одного поджим. Но то, что двое там СБ уже убегало, это, конечно, эпичный. И посмотри, что вырисовывается у Лимон Докс. Слоу, стяжка на Б. А там четверо, и туда идут Absolute Legends с бомбой. Хорошо угадали, конечно, но... Ой-ой-ой. Видишь, фраги нужны тут, конечно. Ну, тут стрельба, конечно, сейчас. Речет вот отсутствие, опять же, тут P-2000, это смерть явная. Да, тут зашел сайт, потерялся сразу. Моментальная серия фрагов в Absolute Legends. 7-11, теперь первый девайсный. А вот если бы зашли бы вот так вот на 4 дигла, конечно, тут бы могло все по-другому закончиться. Ладно. 11-7, и вот теперь первый важнейший раунд во второй половине для Лимон Докс, которым нужно брать по-любому, иначе парни... Вот Пита, Знил и Пронакс могут сравнять счет совсем быстренько, совсем скоро в этом матче. Ну, давайте... Не, ну, могут, возможно, даже сравняют, но, опять же, посмотрим, посмотрим, что будет. Сейчас Трибанан, по-моему, будет выходить игроки. Да, 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 абсолютно легенды. Да, втроем вышли на Банан моментально. Факидочки Дуги, моментальная флешка, и первый открывающий Пита прочекал, никого не увидел в упор, изолирован. Ну, тут АВП просто как бы на Бэу или Мандокс, там Весту, в принципе, не нужно туда вылезать, наплевать на дугу. По факту он может тут встать вот с холпы и спокойно как бы запирать. Сейчас посмотрим. Да, тут главное прочекать ВП. Вот про это должны уже понимать. Это и помните, абсолютно легенды. Что по-любому должно быть ВП. Не, ну, если я не пойду, тут просто Дазнил, наверное, дым сразу вот он залетит. Вот, все, все, хорош. Прочекали без потери. Холсов, молодцы. Ну, и теперь посмотрим. Лэшка Плэнт, но это пассивка и уход на мид. Чем твист ответит? Сменой позиции на Плэнт сместился. Опасно, ну окей. Тут, кстати, очень сдержанный холт, на, разыгрывался у команды Лемон Докс, при том, что они даже не занимали никакие позиции поближе, как бы, к Миду, поближе к двадцатке. Ну, и вот и выход на Плэнт. На троих игроков моментально хорошо. Все-таки напрягли бы Плэнт, и хелп здесь не будет. Давай, давить нужно с самого начала, и очень быстро легендам. Ну, что-то, что-то. По-моему, это врыв пятнадцать. Ногу чешут. Ну, в атаку нужно уже бежать. Есть, пошли. Наконец-то один пойдет налево. Не, они два-два-два-дин будут выходить. По факту, вот, трезубцем выйдут. И давайте смотреть на Лиди. Он, как открывающий из ковров. Ронакс уже чекает пески. Минус должен быть. Оп, минус Плэнт от Лиди. Отлично открывается на коврах. Размен дает Берг. Плэнте нужно убить. Есть минус. И минус Берг. Есть минус 3А и 2Б сейф Лимон Докс. Неудачный девайс на раунду. Просто, вот, классическое Инферно. Заставили двоих остаться на Б. Пятером вышли на троих. Двое оставшихся сейфят. Просто они не играли этот раунд. Отлично, отлично. Old school. Все четко. Восьмой раунд для абсолютных легенд. Вот начинается самое интересное, наверное. 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 Знаешь, почему? Потому что вот сейчас все-таки, вот, легенды тоже, видишь, играют, как говорится. Я даже не знаю, как это сказать, на пукане. Они боятся тоже. Видишь, они боялись, что Лимон Докс пойдут и придут и заберут у них раунд. Они не пошли их загонять. Очень важный, конечно, сейф сейчас в ВП Кольтай. Вот, ты их, скорее всего, тут можешь... Сыграли без инициативы, короче. Как-то просто вот на морозе. Давайте сядем 3-2, посидим. Ну, посмотрим, насколько нашифрованы эти юные воины и будет ли сейчас играться какой-то оружейный, будет ли даваться 2 дропы. Ну, атака у них была крайне простая. Они в атаке даже не показывали. Хладнокровные парни, кстати. Играют Тэко. Играют Тэко? Да. Ну, вот, да. Хладнокровные. Ну, не молодые, горячие. А вот какая-нибудь русская команда бы сейчас там деглы, гранаты, русский фиг. Не, сейчас смело берется 4 девайса. На самом-то деле, бралось 4 девайса со всеми гранатами, плюс 1 играл бы с деглом, с армором и со всеми гранатами. Но как-то вот без АВП не захотели играть. Лимон Догс, деглом. Ну, вот смотрим. Экономика более хрупкая. Смотрим, смотрим, да. Так что здесь безопасные кораунды, они очень-очень важны. Сливайте полностью, есть деньги. Не сливайте не полностью, не убивайте. Там денег нету, ничего нет. И все. Вот труба, секир, башка вам и все такое. Здесь под Б вот 2 товарища, 2 абсолютных легенды уже готовы ворваться на Б, на спидфайра, который с девайсом ждет, не дождется. Вот первый минус уже от Виста пошел. Точно теперь знают, где находится АВП. Ну и, наверное, сейчас попытаются стянуться Б, здесь меняет позицию, спидфайр уходит. Нет, Пронокс раскидывает мидл, минус Пронокс на центре. Сейчас будет, скорее всего, нет. Он как-то убегает, спину сейчас его должны убить, его, ну, ну, не убивать. Да, Пронокс уходит, снил. Здесь выход Б, флэш, спидфайр готов принимать. Отвернемся от флэшки, первый минус сдает. Второй фраг будет, нет, не будет второго фрага, играет вразмен Абсолют Ледженс. Ну, АВП от Виста в дым творит чудеса, минус Лаваш, упал Лаваш, упал еще от Виста Пронокс в тюрьме. Ох, почти минус 4 с АВП задвинул этот парень, минус 3. Малиновые спидфайр должны тащить. Почти минус 4, ну и Пси должны здесь закидать снила, забрали, накинулись прямо на него. И это 12-8. Ну что там, твои старперы абсолютно. Не, 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 я только, знаешь, рад, что был сейчас выигран раунд Лимон Докс. Борьба продолжается, это самое интересное. Это только первая карта четвертьфинала. К сожалению, смотрим всего лишь один четвертьфинал и всего лишь один полуфинал, но что поделать. Кстати, победитель этой пары, скорее всего, в полуфинале сыграет с Вери Геймс с французиками. Да, с французиками. Там еще, кстати, непонятно, с кем кто сыграет. Я вот точно знаю, что НПОВ очень жестко напрягут товарищи из МАУСПОРТС. Вообще, потому что вчера МАУСПОРТС не... Динамик не то пальто, которое обыграет Вери Геймс на этом чемпионате. Ну, вряд ли. Ну, динамик, да, динамик не обыграет руки. А вот побороться с ними могут явно МАУСПОРТС, побороться могут Лимонные... Посмотрим, Аркада, Банан, Пида забирает Твиста и уже в большинстве атака, скорее всего, будет давить дальше. Да, смотрите, здесь один игрок остается. Стоит фаера минус кафель, минус два на заходе второго забирает. Отлично разыгрывает свою позицию. Ну, и в итоге атака вынуждена уйти с Б, за ним не стал открываться, играть в размен. Четыре в три, но шансы у атаки еще есть очень-очень хорошие. И Лимонных Псов они, в принципе, изрядно неплохо погоняли. Остался... Так. Ну, как? Остался опять Спитфайр один под Б. Лимонные Псы, ой, Абсолют Леджендс выдержали сейчас небольшую паузу в своем падении. Ну, а атака идет на Б, они прочувствовали ситуацию, поэтому... Да, ну, два в два пленты встали. Да, конечно, как они его и опять не убили. Упсов опять перекрытия. Кого Спитфайра не убили? Да, да. Да потому что у него позиция была, понимаешь, они выходили без флеша, без всего. А он... Да он всегда сидит в антифлеш-позиции. И по одному третий по голове получает, но наконец-то только из него могут сделать, но я остаюсь с ним. Ну, это еще с вами есть и... Ну, снил потачит, раунд, конечно же. Потачит, ну, давай посмотрим, назнилась. Старичок снил... Потер плешку, почесал голову и решил не ставить кому, пытается... Ну, да, тут три кандидата к мастера спорта по Counter-Strike Global Offensive, и сейчас его будут отжимать. Да, 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 такие вот. Не, смотри, катушки хочет поставить. Время, ой, 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 они врываются, смотри, какие подлые жуки, ну. Пап с разменом. Ну, они услышали, когда достается бомба, чуваки слышат, что он ее достал. Они слышат, что он ее ставит. А какой там звук? Ну, короче, ты этот звук... Какие торрористы тупые, не додумались сделать беззвучные бомбы. Ну, ты по-любому этот звук узнаешь, когда мы будем в следующий раз с тобой играть. Эх, ладно, да, продолжаем смотреть. Вот этот раунд уже лишний для Лимон Докс у нас... ВК этим временем первая половина 10-5. Да, не, во второй ВК шансов не дадут там, наверное. Да, они будут карать. Смотрим за продолжением. У нас здесь эко-раунд вырису. Не, от калаши. Ой, 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 смотри, пошел Аркадий Фанделл. Его сразу сносит калаш, минус от Сайпа, минус от Спитфайра. А тут снил с калашом, на тебе хатшот. Должен хруповать, банан про чехол мид. Да, помоги, помоги своему на банане, дает флешку туда. Спитфайр раскидал неплохо, их там Пронакс белый вообще. И сейчас будет работать ВП Твиста, но уже сработало, из него обрезали в яме. Остается последний Пронакс, ну и надо ему качать Пронакс. И... Ну, короче, ладно, да. Надо идти что-то делать. Давайте смотреть дальше. Знаешь, я вот тут недавно играл в матчмейкинг-мач. И уже поражаешь на юных буржуев, которые начинают играть в CSGO на английском. Знаешь, что пишут, когда чувак идет сейвить девайс? No balls. No balls, гай. Постоянно. Вот сейчас у Пронакса no balls. Ладно. Все, перестань. Давай смотреть за продолжением этой игры. Может быть, все-таки Пронакс... Все-таки без balls. Ну давай, смотри, смотри. Все, пошел, пошел, пошел. Пронакс такой под флешечку. Сейчас я вам... Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. 15 его приняли. Попал вот часть мозгов на стенку. Понимают, что отдал арку. Ну, бомбу надо хотя бы поставить на экономику. Хотя там по экономике вообще все замечательно. Один слип считать на бою, что сыграли. Так, бомбу ставит. Какой красавчик. Давай. Опа. Привет, пацаны. Так, смотри. Он еще разыграет. Если заберет первого. Он мид убьет, да. Убьет. Вот один в два разыграть попытаться Но ему бы обойти на 15 было бы чёрным Ну не успевает, не успевает Он и так показал, что в дом ушёл Опа! И сразу ему просто тут такая в каску залетает Свинцовая няшка, мозги на стену И промокс упал 14-8, дорогие друзья В пользу команды лимонных псов И пока что Таффины старпёры на опыте Не могут что-то сделать Ну пока ещё рано, посмотрим Я надеюсь, что если мне здесь на второй карте Нет, Тафф, конечно, я тебя понимаю Если бы была третья половина твоей надежды Были бы не такие безнадежные Смотри, здесь ва-банк пошли Всё, all-in, все деньги потрачены Даже не все посмотрят, там ещё пооставалось Всё-таки и буржики ВВГ этим временем, динамик карает 15-6 Такие дела сообщает нам ВГЦЛ Рубот Ну так и должно было случиться Ну и ВГ сыграют с победителем И в принципе, я думаю, здесь достойный победитель выйдет из этой пары Что делают абсолютные легенды Название, конечно, скромное, да? Ну это как бы название организации лол-состава Типа они организацию с нуля поднимали Опять же Но организация хорошая, у них есть ещё вроде дот-состав, если я не ошибаюсь Лол-состав уж точно есть Потому что там лолеры должны же комментировать что-то Там стримить свои матчи Их же там смотрит по 100 миллиардов человек А чего они не развались? Абсолютные легенды, Лиги Легенд Всё, выход пошёл, 4 принимает Аплент Уже первый минус от Берга, проблема у Легенд И Знил даёт минус Ну дальше получится, нет, не развивается эта атака На ребрах дожимают сейчас всю атаку Ну вот Фандел не может никак принять Эх, 20 отстрелились Ой-ой-ой, Знил, ну как же ты Пронекса убиваешь? Куда же ты смотрел? Куда же ты смотрел? Всё, всё, ход конём сейчас будет За Знилом смотрим И в крое встанут буквой Г Пройдут на 20 и устроят Гондурас парням из команды Абсолют Леджендс Но пока Лиги ещё собран Красные оба игрока Нападение, как мы можем заметить Знил всех покарает, я верю в него У него 24 холса, остаётся Знила покарает даже моя бабушка Ты что, а тут такие парни, типа Цайфа и Спида, так что Знил Знил не справился Эх, было мало холсов у Знила Он убил двоих соперников своего игрока И пытался взять раунд, но чёрт возьми А тем временем в Ригейм с этим динамик выигрывают карту С осчётом 16-6 Да ладно, быть такого не может Ну а тем временем там, по-моему, очень мало денег было Абсолютных легенд и всё-таки нет Нет, нет, нет Либо они так быстро скупаются, что я поздно смотрю Да, 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 да Быстро скупаются Ты четыреста, осталось шестьсот, пятьсот пятьдесят, ноль, ноль Когда нет денег Да, семь раундов подряд Псы жмут, псы жмут Ну смотри, псы уже всё, пошли втроём в аркадную дугу Просто они понимают, что эта карта их по-любому И надо её забирать, стараться как он быстрее Это последняя карта лимонных псов Ну, я сомневаюсь в этом Я думаю, что всё-таки вот эти ценённые сурсеры Как раз-таки на этом турнире покажут себя как оценённые сурсеры Ну или, по крайней мере, заставят их оценить И оценка будет, я думаю, уже высока Но всё-таки они нормальный состав, я считаю, переворачивают Который тренировался, готовился к чемпионату И целенаправленно на этот турнир явились парни из команды Команды, я просто саживаю До сих пор, недооценённые сурсеры Ты так и крестил команду просто Не, ну может, сурсер, может толкаем Ой, вот смотри, на дерево подсадили Берёза колотил, сук пилил, на котором сижу Это очень жестокое обвинение, если честно Они тебе потом на английском будут писать Слэм, вот фу А тут интересно, можно интересно Можно интересно вот сюда флешками закидать Вот я тут так подумал Я думаю, туда и Молтова можно подкинуть Нет, не докинешь Так, ну что, здесь пошёл выход 15-20 Приём от Сайпа Пропустил плент Два пески, красные ковры выходят Отдаётся у нас один из игроков Дефент сейчас на точке Открываются ковры, мы не садлили Красиво сыграли и не смог себя Ну тут все красные практически, кроме Пронакса Но нет, не цепляются за раунд Поставили твисты, ещё хоть шот от Тердела против Фандела Размазали по пленту, просто размазали Представляешь, сейчас 15-15 и допы будут Как ты будешь радоваться Первый матчпоинт отыгран, да Как руки-то затрясутся тогда у лимонных псов Когда уже будет счёт 15-13 Смотри, вот их хладнокровие какое, а? Сколько там бабла? Ооо, бабла очень мало, посмотри И они играют, они играют фулайка Понимаешь, что есть? Это хладнокровность Эти негорячие парни могут сейчас просто перевернуть Абсолют Ледженс Ну а я буду только счастлив Я думаю, мой друг, мой друг, наш коллега бы сказал, что Это была бы тупость, если бы не там что-то покупали Но всё-таки Всё правильно делают Ну а что им делать? Покупать деглы, идти в атаку Но они же не колхозники Ну да, да, да Они же в Йон-Чопинге Тем более, коренные шведы, ты что? У них в крови просто, знаешь, там у них мамка Эка, эка Никто ничего не покупает Мы уже в Рундобе рассказывают, что Два на Б, три на А Да, да, да Спаун сразу же Крестец Да, 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 да Спаун крестный отец Всех кайсеров Всех вообще мужчин Давайте посмотрим, как Спитфайр сыграет Вот у него пока что вот такой вот экран Но мы-то видим, что он тут, в принципе, ориентируется Но он такой раз-то, да, засел Да, да, да Настоящий раз-то Плоды мариванны О-о-о, вот это просто пареньо, а вот это меловые Почему не было все-таки Это встал, раздал мацану Еще парочка было бы неплохо, я даже порадовался Таких игроков любит комьюнити, друзья Ну что ли, лимонный псев будет сейчас просто отжигать, наверное, стоять сайт отходов Какие-то няшки, может, соберут дугу Нет, нет, тащить, тащить легенды Два в три, что они делают Ну, в два промокс минус, сайт идет прострел Вер красный отлично О-о-о, какой выйдет П-3 ласты Два красных Но бомба сейчас взорвется, бомба сейчас взорвется И два красных приходят с подобранными девайсами Ты видишь, что Лидия по концовке сделала Он уже понимает, что все, они идут его пушить Он дает молотова Не подходите ко мне О-о-о, 10-15, отыгрывать раунд Абсолют Леджендс, а Лимон Докс на экораунде на финале Очень суровый, по-моему, пора Я уже чувствую, чувствую, вот булки, булки Кипят у парней из Абсолют Леджендс Они уже боятся проиграть первую карту Страх В Йон Чопинге Да, точно, отличное название Для какого-нибудь ужастика Ну что ж, нормально, еще пять раундов Нужно тащить абсолютным легендам По деньгам уже все совершенно по-другому Очень-очень агрессивно действует, это может сейчас им О, тут диглу Спитфайра Что ж, они купили эти диглы, почему? Ой, 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 не зашло в два Если, если они купят два ВП в следующем раунде То это самые отмороженные шведы, которых я видел Вот сейчас посмотрим, будет ли это так или нет А если они живут в Норвегии По-зимой, например, да, то они точно отмороженные будут Да, там же холодно Находят в России Находят в России, ну да, если Странный намек Не странный намек РДЛ минус Твист Тем временем Ну что, абсолютно, уже ВП заняли и подбивают По одному засчитану Пронокс в дым Хэкшот, ну просто мувик Просто пожестный Команда Абсолют Леджендс Давайте посмотрим Не, слушай, им надо Лекса в состав Вот тогда точно будет Абсолют Леджендс Знаешь, Лекс и Спауна Еще и Хитона туда И Хитона И Хитона И Калыча И Калыча, да, это будет Абсолют Леджендс Это будет жесть Полная жесть Как там Калыч, не собирается он сделать камбэк в CSGO? Да Вроде он летом что-то тебе говорил, намекал Да Но с интернетом проблемы Не близко эта страна Этот веселый остров Ну ладно, давай за игрой смотреть Потому что три раунда уже подряд Выигрывают Легенды И у Лимон Докса уже явно Начинает где-то Возникать сомнения По поводу победы в этом матче Точнее на этой первой карте Что делает Абсолют Легенды? Абсолют Легенды пока что Тешат свою легендарность И укрепляют Б-плэнт на двух игроков Опять закрытый Дефенст Они сплит Б будут делать, но зря Там Мидл так плотно держат Посмотри, в упор держат Мидл Лимон Докс Твист очень плотно ушел от флешки От дыма залез Вот флеш еще Ой-ой-ой, Твист сейчас потеряет контроль Да, потерял контроль Дуги Но вновь собрался Атака не вышла Мне кажется, это все Джи-вист Опс, минус Твист Отлично сыграл здесь Питер В паре с Арделом Проброс Повезло, ой как повезло Лимон Докс просто боятся Сейчас мы вышли в центр Задавили двоих А так раунд получается у Легенд Три красных Ой-ой-ой Три красных 9, 10 и 29 холсов Ой, как хорошо Неплохо играет Сайб Вошел в соперника Что надо И в Легенды убегают С Банана перетяжку Пытаются сделать быстро Мы назовем это легендарная перетяжка С Б на А, когда все красные Ну и да Они выходят на пустой плент Тут никого нет Три на Б Ну как же ж так Какая ошибка от Лимон Докс Сорвались Да не, просто не надо сидеть на Луне Не, ну могут выбить, конечно Могут выбить Но я вижу, что осталась одна флешка у команды И все А у Лиди есть хайе Вот так вот, конечно, по гранатам Печально Ну здесь опять же с чеком упор Смотри, как Пронакс сидит Пронакс оппозицию Ну сейчас Пронакс будет уволен Уволен Знил Только знил тут самые толсты Пленд Берг падает И ой-ой-ой, цай Все Это Такая халява Абсолютным легендам падает Но опять же, на опыте На опыте сыграли На опыте Четвертый раунд подряд Выиграют абсолютные легенды На опыте Да, деньги у Лимон Докс Опять закончились Сейчас один девайс Все-таки засейвлен А ВП причем Ну да, мы смотрим на ВП Ну 15-12 Абсолют Леджинс Наверное поставили цель Сделать счет Нищейным И разыграть овертаймер Ну в матчмейкинге Вроде не турнирный нюк Да там нет турнирных карт Вообще там Играйте только Даст 2 Пока Трейн И Инферно Это все, что еще можно сыграть И то оно все Не дефолтное, друзья Так что Ну а мы продолжаем смотреть Дримхак Сегодня финальный день Четвертьфиналы Полуфиналы И финал чемпионата Все сегодня И конечно же Много шведов И размена Фандел Сразу РДЛ ставит На дуке жесткий замес Посмотрите на спидфайр Который Плотно увольняет Своего оппонента Два в два ситуации Есть один на один на Б У лимонных псов Тут такая ситуация была А в П на, в П на Там будет не выйти Если Слушай, если раунд сейчас проиграют Абсолютно легенды Они всей командой Сейчас будут бить в живот Пронокса Я потом расскажу почему Почему? Потому что он дал флэш Нет, он дал 30 патронов в упор С игрока с пистолетом И не убил его Да? Ну тридцатка это нормально Просто тридцатка в упор Он там водил, водил Расписывал Вот так вот калашом Просто Ну я не знаю Покруг головы Да и не убивает Как так вообще? Как такое может происходить С Проноксом? Ну потому что он абсолютно легендарный Потому что конечно Видимо не столь легендарный Видимо проведенные его часы В этой игре пока еще На данный момент Я думаю что все нормально Просто не хватило Все-таки Ремондокс Жесткие парни И реально они это показывают Своей игрой Ну а тут что Вот опять Абсолют Леджендс На опыте В принципе обыгрывают Я бы даже сказал Уже Ремондокс Выходят на плент Если бомба встанет Ну это феерический провал Сейчас АВП если сместиться Оно походу не сместится Вот ближе к старым малым пескам Сейчас там их нету К сожалению Ну а коврак вспомнят Только когда встанет бомба А ковры кто смотрел? Никто! Почему турнир проиграли? Ковры! Не ну а что им делать? Понимаешь Ну вот Вот он может только так Вот смотреть центр Чтобы быстро еще сместиться на Б Ну конечно без инфы сыграли Смотри тут сейчас Дым в плент ляжет Изнился Вообще будет комфортно чувствовать Не ну вот если Леди Сейчас будет плохо играть А дым все Да отлично Отличный дым Тайминговый Ну и все И спитфайру здесь врываться Тупо в плент Вот не понимаю Правда этот дым еще ему мешает Но он туда еще хаешечку дал Но не так много снял холсов Опа! Твист! Какой красавчик! В пленте В пленте парень Берут раунд Все Это джи-джи Это джи-джи 16-12 Первая карта Лемондокса Становятся Непобедимыми Они обыгрывают Абсолютных легенд Лаваш! Я расстроен Лиде просто На самом-то деле Вот сейчас Он сотворил Аааа! Не берут! Не берут! Фух! Я не расстроен Поехали дальше 15-13 15-13 Это лол А это хороший урок Друзья Покупайте Покупайте Дефузы Здесь Абсолют Леджендс Просто обязаны взять Я думал взяли А тут такая бомба Вот это тебе конфетка А не игра Вот я ждал такого матча Реально два дня И мы это получили Это феерический провал От Всех Вообще Это от Лемондокса От Абсолют Леджендс Друзья Но Давайте смотреть Что будет делать На банане На него выходит Под флешечку Все прогоняют У него плохая позиция Нужно идти дальше Эрдейл идет дальше Свист по прежнему Флэшон Нет Все занял позицию Свист примет Любом матч Проходящего Он должен здесь Сбирать Как минимум Я опять Смотрел Лемондокс Лемондокс Стримедл В упор Смотрит У них такая Новая фишка Какая-то Последний раунд Они так играют На пленте И пока что Все довольно Ходя сказать Успешно Но нет Не выпускать Вообще На мета Атаку Как бы Чтобы Тисовались На катушках Занимает Позицию Твист Тем временем Да ладно Там всегда Он стоял Мне только что Он в упор Выходил Потом Смотрел С Богу Теперь Сместился На катушке Он уже Смотри Он уже Три позиции Просто поменял Его знают Где смотреть Они пропустили Одного парня Уже На хилпу Так Все прошел Кайфер Это смертная Казень Это смертная Казень Мондогом Сейчас будет Ну смотри Нет Тут я же Спитфайр Забыл Плита Плита Играется В этот момент Смотри Пронок Сместе С своим другом Лиди Проходит Бегут на 15 Будут Запирать Защиту В спине Да Сделал Уходит Ставить Бомбу Ну а Пита Там Конечно Погибнет Его бы Наверно Пустили На фарш Ему Нужно Дать Один Минус Но Не Получилось Пронок С тем временем Дал Громко Ударить По столу Как после того Как ему Сейчас поставить Хедшот Вот все Что он может Я тебе честно Говорю Опс Ну он Бомбу Хотя бы Поставит Искаж Что-нибудь На шведском Там Да Тот Коломан Кончили Мяк Дал 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 Такая Инфа Нет Это что-то Другое Ну а У них Сложно Я Завидим 16 13 Все Слава Беру ГГВП Пишет Ну вот С первого Друзья Счет Становится А куда Не выходят Серверы А ну Стоять Лимонные Псы Мы с вами Не закончили Говорят Абсолютные Легенды Ну а мы С вами Увидимся Через Я думаю Даже Хоть и проиграли Первую карту Извини Быстренько Скажу Что Молодцы Что так Сыграли Просто Красавцы Ну мы Увидимся На второй Карте Этого Матча Друзья Это будет Даст 2 Если Я не Ошибаюсь И Мы Вернемся Через Несколько Минут К вам Уже С этой Встречей И будем Смотреть Сразу